Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Только сейчас поняла, что вот эта веточка на моей стене просто совпадает с цветом тополя, который еще не опал за окошком. Но осень продолжается, еще много зеленых деревьев, хочется вязать что-то теплое и уютное. И я наконец-то решилась на новый процесс. Два дня просто поисков каких-то творческих мук не покидала меня идея одна, вторая, третья говорила нет, сделай так, четвертая возьми меня. В общем, девочки, я наконец-то решилась. Связала образец и это будет у нас кардиган, прототипом которого будет кардиган Лешин. Вот я сейчас вам его показываю. Вязаться будет абсолютно так же, все покажу от и до. Но, во всяком случае, пока так планирую. Начинался вязаться кардиган вот отсюда, с этой планки. И кардиган вязался без швов. Я очень люблю бесшовное вязание. Конечно, это трудоемко в том плане, что сразу вяжется практически все части перед и полочки переда и спинка. Потом вывязывается половина рукава. В общем, это все вязалось по кругу. И я решила, что мне совершенно необходим такой же кардиган, только буду я его делать на застежках. У меня даже возникает идея, может быть, даже это как-то поправить. Ну, идут, я имею ввиду, застежки, но это все перевязывать. Это все перевязывать весь низ практически до вот этого места. Вот в чем, как бы, недостаток этого метода, что если что-то перевязать, то вы опять же все будете перевязывать. Но плюс то, что без швов. Итак, значит, я буду вязать такой же кардиган, только с пуговицами. И сегодня я решила вам показать, вот я отвязывала образец, сейчас расскажу о пряже, о пуговицах. И решила вам показать, как красиво можно сделать вот такую прорезь под дырочку для пуговицы на базе вот этой вот резиночки. Но, опять же, эта резиночка необычная. Итак, давайте обо всем по порядку. Пряжа у меня будет Ангора 2 от фирмы Мидара. Это прибалтийская фирма, совершенно недавно, ну, может быть, с год-два, может быть, они у нас на рынке. Раньше эта пряжа была бобинная, сейчас она стала моточной и идет расфасовка в Прибалтике. Здесь очень хороший метраж. У меня таких моточка 4 по 100 грамм, но здесь 750 метров. Она очень экономная, просто очень. Здесь потрясающий состав. 50% махер, 30% это акрил и 20% вот это вот название. Девочки из Прибалтики, благодарю вас, большое вам благодарю за то, что перевели. И вот это 20% это шерсть молодых овец. Вот. И у многих вязальщиц неоднозначное мнение по этой пряже. Кому-то она нравится, кому-то не нравится. Я уже вязала из нее юбку, жилет. Я осталась довольной. Но для себя я сделала вывод, что в чистом виде вот эту пряжу я вязать не буду. Ни в одно сложение, ни в два сложения. Вот пряжа прям, ну она требует, чтобы ее смесовали. Я ее смесовывала с шелковым блеском и с кашемиром. Ну а сейчас я буду ее смешивать. Кстати, не сказала номер оттенка. Вот вы видите, 1003. Это вот этот серый антрацитовый такой оттенок, но он меланжевый. Здесь как бы присутствуют, вот вы видите, белесые такие вот ниточки. В общем, она не одна. Вот, очень хорошо сейчас видно. То есть это серый антрацит меланж, я бы так сказала. И вторая пряжа. Это пряжа ситал. Из нее я уже вязала кардиган пудровый, который называется летячий. Чисто из нее вязала. Есть мастер-класс на канале, есть плейлист по этому кардигану. Вяжется тоже легко. Но сейчас кардиган не могу показать. Он благополучно отправился дочери в подарок. Вот. Я довольна этой пряжей. Вязала я тот кардиган в одну ниточку. Здесь потрясающий метраж. По-моему, да, 150 метров на 25 грамм. Представляете, это получается, что 600 метров на 100 грамм. То есть практически метраж, здесь 600 получается на 100 грамм, здесь 750. То есть они подходят по метражу, но когда смесовываем, это вообще не важно. Важно, чтобы нравился результат. И вот результат мне очень понравился. Вот здесь вот это уже отвязанный образец из двух этих ниточек. И мне он нравится. То есть я связала вот этот образец. Вы не смотрите на вот эту выпуклую часть. Это я поменяла просто лицо и изнанку, чтобы мне посмотреть. Если я все-таки решусь на вот эту планку. Видите, она как пышная. Вот такая получается. То есть вот здесь вот мы видим просто резиночку один на один. Она более рыхлая. Видите? А вот эта планочка, вот для пуговицы, здесь рыхлость не нужна. Покажу, во-первых, как вяжется такая резиночка. Я не знаю, как ее назвать. Но она более стабильная. Это когда в изнаночном ряду не провязывается изнаночная петля, а снимается. Где-то я видео уже показывала. У меня есть на канале. По поводу этой резинки, которая держит форму. По-моему, видео так называется. Но я по ходу дела, когда буду показывать вам, как сделать вот такую практически незаметную дырочку под пуговицу, и тогда покажу, как вяжется эта резинка. В общем, меня порадовал вот этот образец. Вот вы видите здесь вот эти две ниточки. Ситал и Ангора 2 от Мидары. И совершенно по-другому смотрится изделие. Такое воздушное, мягкое получается. В общем, начну вязать завтра кардиган. А сегодня покажу вам, как сделать вот эту прорезь под дырочку. И покажу еще раз, напомню, вот эту вот стабильную резиночку один на один, где изнаночная петля не провязывается в изнаночном ряду. Так что, начинающие оставайтесь. Скорее всего, этот ролик будет для вас. И сейчас немножко еще расскажу о пуговицах. Вот смотрите, чем хороши деревянные пуговицы. Их спокойно можно покрасить. Видите? Вот она была, вот такой слоновой кости, натуральное дерево. И вот я ее покрасила акриловой краской. Естественно, можно покрасить в любой цвет. Можно даже лаком для ногтей покрасить. Я уже как-то делала. Можно гелем для ногтей покрасить. И таким образом, купив набор вот таких пуговиц, можно спокойно применять их под любой цвет, если мы их покрасим. Не знаю, может быть даже и вот эта пуговица сюда подойдет. Ну, в общем, такой кардиганчик с пуговицами и, возможно, не совсем он будет однотонным. Я пока еще не решила. Возможно, снизу я пущу красивый жаккард. И там будет уже такой пепельный цвет от Мидары. Да, сейчас покажу пепельно-серый. Вот он, этот цвет. И, возможно, применю шелковый блеск голубого цвета. И свяжу какой-нибудь жаккард по низу изделия и по рукаву. Пока еще это не точно. Это я делюсь своими мыслями с вами. А, возможно, просто будет вот такой вот классический, обычный, очень теплый, повседневный, базовый кардиган на пуговицах без швов. В общем, все по ходу дела. Какая идея победит, посмотрим. Ну, а пока давайте покажу, как можно сделать очень просто и легко прорезь под дырочку. Ну, а пока давайте расскажу и покажу, как вяжется вот эта вот красивая стабильная резинка, которая вот просто очень хорошо подходит для низа изделия. Она не растягивается для планок, уж тем более там, где есть прорезь под пуговицу. Ну, это моя кромочная с накидом, которую я снимаю. Вы можете абсолютно спокойно вязать свою кромочную. Дальше у нас идет изнаночная петля. Вот ей перебрасываю нить, оставляю ее перед работой и снимаю непровязанную изнаночную. Это у нас изнаночный ряд. Дальше идет лицевая. Опять изнаночную снимаю нить перед работой, не провязываю. Лицевая. Опять изнаночная снимаю нить перед работой, не провязываю. Лицевая. И так идем мы, чередуя, провязывая лицевую, изнаночную снимаем нить перед работой. И так идем до конца ряда. Так выглянуло солнышко. Надо мне как-то сейчас что-то с освещением придумать. Итак, планку мы провязали. Это изнаночный ряд. Дальше вы вяжете то, что у вас по узору. У меня просто лицевая и изнаночная гладь. Ну, а у вас, конечно же, может быть любой другой узор. просто вяжем до конца ряда и уже в лицевом ряду разворачиваемся. Вяжем вот здесь вот у вас, повторюсь, может быть ваш узор. Дойдем до планки и дальше я включусь и покажу вам. Итак, я дошла до этой планки, где у нас вот эта вот резинка, держащая форму. В лицевом ряду все очень просто. Значит, мы все петли провязываем по узору. То есть, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот таким вот образом всего два ряда. Я имею в виду вверх раппорт узора этой резинки. Но получается очень красивое стабильное полотно. Резинка, которая практически не растягивается. То есть, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это лицевой ряд. Давайте еще раз свяжем изнаночный ряд. Потом провяжем вверх немножко, чтобы дойти до дырочки. И покажу, как делается именно дырочка. Вот она изнаночная у нас. Мы ее снимаем. А лицевая, изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевая, изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевая. Ну и так идем до конца ряда. Вывязываем сначала планку, потом ваш основной узор. Итак, у нас лицевой ряд. Вот они, эти пять петель планки. Вот место разворота. Это у нас лицо, поэтому все петли провязываем. лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И вот здесь нужно сделать два накида на спицу. При моем методе вязания накида я делаю снизу, при вашем возможно сверху. Лицевой ряд все петли провязываются. Дальше у нас идет изнаночная, провязываем ее изнаночной, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и моя кромочная с накидом. У вас может быть ваша кромочная. Вяжите так, как вам нравится. Перевернули вязание, получается изнаночный ряд. Здесь мы изнаночные снимаем непровязанные. Так, первую снимаем, изнаночная непровязанная, лицевая, изнаночная непровязанная. Так, вот здесь вот ниточка смесованная, поэтому в камеру иногда усы оставляю. изнаночная, лицевая и теперь внимание, вот она, это наша петля, мне ее нужно перевернуть. Нет, не нужно перевернуть. Это вам нужно перевернуть, если вы вяжете классическим методом вязания. И вот эту лицевую петлю, у нас было два накида, мы провязываем вместе с накидом, один накид остается, один мы провязали и опять переворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону. Смотрим, что это у нас, чтобы не ошибиться, это у нас лицо, все петли провязываются, первую, вот эту двойную, которая была, которую мы провязывали, накид и лицевую, мы снимаем, и все петли провязываем, лицевая, изнаночная, просто провязываем, последняя кромочная, опять переворачиваем на другую сторону, это у нас изнанка, здесь мы будем снимать петли, изнаночная не провязывая, и так первую снимаю, дальше у нас идет изнаночная по рисунку, мы ее снимаем, лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночная снимаем, и вот теперь смотрите, опять у нас идет лицевая петля, и наш накид, опять вы здесь перевернете вашу лицевую, если вы вяжете классикой, а я провяжу лицевую вместе с накидом, так, просто накид и лицевая, она потом выровняется и будет очень красиво, так, это у нас изнанка, значит, изнаночная следующая, мы ее снимаем, опять лицевая, и изнаночную снимаем, изнаночную снимаем, все, дальше у меня уже пошел просто мой узор, планка закончилась, вяжем по узору, у меня в данном случае лицевая гладь, ее изнаночная сторона, ну, вот, в принципе, и все, очень красивая получается дырочка, аккуратная, незаметная, все, мы дырку вывязали, вот так вот она будет выглядеть, когда вот эта петля после провязывания следующих рядов она выровняется, уверяю вас, вот она, видите, какая красота, конечно, я здесь сделала вот этот шаг между пуговицами, очень маленький, ну, чтобы сэкономить время, показать вам, как это красиво делается на резиночке один на один, кстати, пуговичка два с половиной миллиметра замечательно входит, замечательно выходит, ну, приблизительно такие пуговицы у меня будут здесь, я не знаю, эти я оставлю, покрашу их, эти вот, кстати, тоже два с половиной сантиметра, в общем, вот как-то так, надеюсь, вам ролик понравился, надеюсь, он был познавательный, вот это вот, не смотрите, что оно, следующая петля подтянет вот эту, и будет вот такая красивая дырочка, дырочка, ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео, завтра приступлю, скорее всего, вязать этот красивый кардиган, ну, а на этом все, всех люблю, обнимаю, и до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова, Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok